Приветствую вас! Начну я, пожалуй, с конца вашего вопроса, который вы задаёте. И скажу, что ничего страшного в том, если вы хотите к нему приехать, нет. Хотите приехать, приезжайте. То есть это ваше желание, это ваша потребность, вот. И я думаю, что нет ничего такого, если вы к нему приедете. Правда, здесь вопрос связан именно с вашими ожиданиями, то есть с тем, чего вы ждёте от него. Другое дело, что чувство униженности, которое вы, например, испытаете, да, то есть вот вы говорите, что я боюсь выглядеть униженно. Это скорее обесценивание себя. Это ваша неуверенность в себе, это ваше внутреннее, скорее обвинение такое. Вот. Которое, по сути, является вашей проблемой, вашим конфликтом. Вот. И здесь это отдельная тема для разговора, в том плане, что униженность это ваше восприятие себя. То есть вы себя ничем не унизите, если приедете с ним и поговорите. Вот если вот у вас есть такой, допустим, принцип, что вы хотите выяснить, почему человек так поступил. И вы готовы сделать всё для одного, да? То нет ничего плохого в том, чтобы приехать и попробовать поговорить. Другое дело, если он, значит, ну другое дело, если он скажет вам, что-то типа, с того, что я не хочу с тобой разговаривать, например. Вот. Тогда да. Тогда вы можете уже просто, да, ну хорошо, я тогда всё поняла. Вот. И больше никаких, эм, действий, эм, не предпринимать. Вот. В этом случае всё нормально. Если вы знаете, что вы не готовы принять свой отказ, и что в случае отказа вы, ну, всё равно будете пытаться до него достучаться. Вот. В этом случае, конечно, лучше не приезжать. То есть, знаете, да, вот, всё зависит, эм, от ваших ожиданий, от того, чего вы хотите конкретно. Вот. Эм, дальше. Давайте разбираться подробно с вашим текстом, да, потому что ответы, ответы на первый и второй вопрос из трёх, они вытекают из, ээээ, структуры вашего текста. Два месяца назад я познакомилась с молодым человеком, которого никак не могу забыть. Ну, смотрите. Объективно вы вообще никого не забываете, да, то есть, ну, с той точки зрения, что память, она всё записывает. И забыть молодого человека, забыть вообще кого-либо, на детское дело, это всё должно достаточно мифическое мышление, детское мышление, аркаичное мышление, в плане того, что, эээ, нет никаких, эээ, забываний, нет никаких, эээ, знаете как, эээ, перезапусков, да, отношений и прочего, прочего, прочего. Ничего так, ничего этого нет, потому что, эээ, всё как бы идёт только в одном направлении, просто люди либо делают выводы из каких-то своих действий, да, и не поверняют, не совершают ошибок, не повторяют их, вот, либо нет. Вот, в принципе, и всё. То есть, тут вот такая история, вот, поэтому дело не в том, что вы, эээ, не можете забыть, эээ, своего молодого человека, а дело здесь, скорее, немножечко в другом, дело здесь, скорее, в том, что вы, эээ, оказались во власти своих потребностей, которые у вас есть, и из головы не входит мысли, связанные с реализацией этих потребностей, вот, это другой вопрос, это уже, эээ, другой аспект, это уже совсем другой, понимаете, вот. Ага, Ксения, вы не можете, эээ, вы не можете, эээ, вы не можете, эээ, чувствовать, эээ, сильное притяжение, эээ, вы не можете чувствовать этого, притяжение между вами, потому что, эээ, вы не можете, эээ, чувствовать, эээ, вы не можете, эээ, чувствовать, что между вами есть притяжение, потому что, эээ, ага, ощутить вы способны только себя, ээээ, 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 со стороны другого человека, вы можете увидеть, ээээ, его поведение, его отношение к вам нужно как-то его интерпретировать, ээээ, исходя из, ээээ, ээээ, того, что вы сами, вот, хотите, да, то есть, если, например, вам чего-то хочется, то вы интерпретируете, ээээ, поведение человека именно в контексте своих желаний, ээээ, эээ, мы созванивались, списывались, каждый день, все мои мысли были о нем, было несколько встреч, которая ограничила сообщение, максимум поцелуями и объятиями, ну вот смотрите, вы пишите, что все ваши мысли были о нем, почему, чем он вас привлек, что вы хотели, от него, ээээ, что вам, ну, нужно было, чем он, привлек вас, эээ, подумайте, думайте об этом, потому что пару встреч, два месяца, это очень маленький срок для того, чтобы ваши мысли были о нем, значит, ээээ, у вас было какое-то желание, которое вы реализовывали, вот, собственно, ага, которое вы стали реализовывать через этого человека, в мыслях о нем, то есть, ээээ, вот, это то, чего надо начать, не через, ааа, мои мысли о нем, а через я хочу, чего-то, от него, понимаете, это совсем не то же самое, да, это не одно и то же, через некоторое время он по непонятным причинам постепенно отдалился от меня, говорил, что нет времени, он действительно очень занятый, откуда вы это знаете, и потом вовсе пропал без объяснения причин, а должен был объяснять причины, ну вы считаете, Ксения, то есть, ну, он вам кто, чтобы объяснять причину своего поведения, ну, хотел, общался, эээ, не хотел, не общался, он вам, насколько я понял, ничего не обещал. Я очень переживалась, эээ, из-за чего переживала? Вот я неделю сама написала ему, снова продолжила общение, а, для чего написали, зачем? Тогда снова стала жить, снова стала счастлива, ну вот смотрите, вы считаете это нормально, что ваша жизнь эээ, так зависит от него, вы считаете это нормальным для себя сам? Эээ, спустя несколько дней он снова это вел себя странно, при встрече резко изменился, вел себя холодно и безразлично, но здесь одно из двух, либо вы его задавили своим вниманием, либо вы ему просто перестали быть интересным, потому что мужчина, еще раз повторю, вам ничего не обещал и, как бы, в общем-то, ничто не указывало на то, что у вас будут какие-то длительные отношения. Ага, несмотря на то, что до этого момента все было хорошо, ну, люди меняются, люди могут менять свое отношение, свое поведение, это нормально. По его словам, он был очень рад, что мы снова стали общаться, но было стыдно, что исчез, говорят, слушал, там не хотел видеться. Ну, здесь надо бы, конечно, выявлять именно контекст, что-то могу, может, это говорить из вежливости, мол, кто-то говорить из вежливости, чтобы вас не обидеть, или просто потому, что так положено было. Ну и драк, мои попытки восстановить отношения, общения были безуспешны, он игнорировал мои смс-звонки, я звонила ему, стыдно поговорить, выясни, что вы, выясни, в чем дело. А Ксения, ну, а в чем может быть дело? Вот сами подумайте, в чем может быть дело? Человеку просто не понравилось с вами взаимодействовать. То есть, в чем здесь может быть дело еще? Вы же его не обижали, вы же никак ему, ему там ничего плохого не делали. Вот. В рот и не понравилось с вами взаимодействовать, и все. А говорить об этом, ну, скажем так, не принято. Да? Но вы хотели позвонить и поговорить просто, потому что это ваше желание, потому что вам это нужно. Для чего? Чтобы что? Как вы себя чувствовали с ним? Вот вы говорите, что начала жить, стало счастливо. А без него, что мешает вам? Так себя чувствовать. И, кроме того, вы не уважаете выбор человека. То есть, это выбор человека, общаться с вами или нет? Я много думала, в чем дело, но так и не поняла, потому что это просто выбор. Ни в чем, ни в чем дело. Это просто такое желание мужчины, все. Больше ничего. А у него точно никого нет, он один, это не важно. Мне было очень плохо, а так вот он так поступил. Почему? Почему? С чем? Плохо. То есть, нельзя просто отпустить и забыть. Нельзя. Если есть эмоции, если есть чувства, нужно работать именно с ними. Я чего-то хочу. Я пытаюсь получить это через мужчину. У меня не получилось. Теперь, когда у меня это не получается, я фрустрирую. Я не могу это забыть. Потому что мои желания, они нуждаются в том, чтобы их удовлетворяли. И, кажется, я отпустил, уже не так остро переживаю, но никак не могу забыть о нем. Потому что все те же желания. Я прошел уже почти месяц, мы не общаемся, не бывает сейчас, чтобы я о нем не вспоминал. А вот это же ладно. И вы себя чувствовали с ним так, как вам хотелось. А сами вы для того, чтобы чувствовать себя. Так, ничего не делать. Я знаю, что он обо мне даже не знает. Вы не можете этого знать. Никак не хочу забывать о нем. Так не можете или не хотите? Это разные вещи. Я знакомлюсь, общаюсь с другими мужчинами. Для чего знакомитесь и для чего общаетесь с другими мужчинами? Как вы выстраиваете взаимодействие с ними? Взвязаться именно о нем. То есть, по сути, сравнивающие. А кто сравнивал вас? После знакомства с ними никто не интересен. А в каком смысле не интересен? Как кто? Как мужчина во мне. И не должны быть интересны мужчины, как мужчины в начале отношений. Вас должны быть задавать немножко другое. Я все еще хочу попытаться вернуть его. Или хотя бы понять, почему он так выступил. Не поймете, еще раз повторю. Это просто желание его. Вы ему не делали ничего плохого. Своему мужчине. Он просто решил с вами перестать общаться. Это нормально. Это его выбор. Он имеет на это право. А вот вы не можете этого принять. Еще раз повторю. В силу того, что вы не удовлетворены. Либо боитесь. Ну, как сказал мой коллега. Не знаю, как никак. Никак. Понимаете, это влияет на ваше мышление. Просто. Без него все совсем не то и не так. Это, опять же, из-за того, что вы не берете личную ответственность на себя. Да, я занимаюсь своими делами, развлекаюсь, общаюсь с людьми, живу своей жизнью. Но все равно чувствую вокруг себя лишь пустоту. Но это потому, что вы не принимаете себя. А вся ваша деятельность, это по сути, избегание проблем. Что мне делать, если я хочу его гнуть на шанс? Нет. Разобраться в себе. Или, может быть, шанс есть. Если вы разберетесь в себе и будете устраивать общение по-другому, сможете его привлечь своей самодостаточностью, своей самобытностью, то шанс есть. Хотя бы, на чем причина. А что вам это даст? Вы поменяетесь, как хамелеон. Но это не сделает вас в лучших глазах мужчины привлекательнее. Ну вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.